Мы продолжаем. В микрорайоне Кангаласа, где сейчас заселяются резиденты территории приезжающего развития, закрыли школу за 20 дней до начала нового учебного года. Родители возмущены и не согласны возить детей в школы в соседних населенных пунктах. Они требуют варианта размещения детей в микрорайоне. Местные жители уверены, проблема с учреждением возникла еще давно. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Единственную школу в Кангаласах по решению суда закрыли 10 августа из-за аварийности здания, а точнее ненадежности несущих конструкций в спортивном зале. Сваи дают трещины и угрожают безопасности всего здания. Даже проведенный в 2010 году капитальный ремонт по укреплению школы не дал результатов. В итоге спортзал закрыли два года назад. В этом году, накануне 1 сентября, негодной стала вся школа. Родители школьников такому сюрпризу не рады. Более того, недовольны тем, что ничего не предпринималось, чтобы избежать такой ситуации. Поэтому сегодня общая проблема родителей не допустить обучения детей в Жатайе, до которого 30 километров пути. Вы понимаете, что это не вариант возить детей в 50 градусов мороза, а вдруг автобус сломается, а в туалет ребенок захочет. Да и потом в другой школе они будут адаптироваться полгода только. Потому что мы знаем наших подростков и подростков других населенных пунктов. Они будут думать не о том, как учиться, они будут приезжать поздно. Они не будут заниматься... А ФГОС никто не отменял. Дополнительного образования не будет. Да все-все вот так вот, как цепочка накапливается. Поэтому мы против. Но ждем, надеемся, что все-таки мы здесь останемся. По результатам переговоров и неоднократных встреч альтернативное решение нашлось. Пока школу будут восстанавливать, дети будут учиться в здании местной администрации и бывшего магазина. На сегодняшний день ведутся работы по реконструкции одного помещения для обучающихся начальной школы. А для среднего и старшего звена будут организованы обучения в помещениях местной администрации. 1 сентября мы должны уже завершить эти работы. И 1 сентября дети все должны идти уже в школу. Само здание общеобразовательной организации будет восстановлено. И на это предусматриваются уже финансовые средства. Однако это временное решение проблемы. На днях в Кангаласы приедут представители главстроя, чтобы провести экспертизу заброшенного дома бывшей столовой. Так как пока в силе вариант его реконструкции для размещения школы. Но местные жители руководства намерены добиться восстановления самой школы и не тратить средства на другое здание. Вместе с тем микрорайон Кангаласа объявлен территорией опережающего развития. В настоящее время из 10 резидентов свои производства запустили трое. Сейчас местные власти связывают надежды на изменение ситуации с приходом инвесторов. Больше предприятий, больше налогов. Пока же о своих планах принять участие в проекте в этом году заявили еще 4 компании.